Смоляное чучело. Сказки дядюшки Римуса. Что же лис? Никогда-никогда не поймал кролика? А, дядюшка Римус? спросил Джоэль на другой вечер. Было и так, дружок. Чуть-чуть не поймал. Помнишь, как братец-кролик надул его с укропом? Вот вскоре после этого пошел братец-лис гулять, набрал смолы и слепил из нее человечка. Смоляное чучело. Взял он это чучело и посадил у большой дороги. А сам спрятался под кост. Только спрятался, глядь, идет по дороге в прискочку брать с кролик. Скок-поскок, скок-поскок. Старый лис лежал тихо, а кролик, как увидел чучело, удивился. Даже на задние лапки встал. Чучело сидит и сидит. А братец-лис, он лежит тихо. Доброго утра, говорит кролик. Славная погодка нынче. Чучелка молчит, а лис лежит тихо. Что же тут и молчишь, говорит кролик. Старый лис только глазом мигнул. А чучело, оно ничего не сказало. Да ты оглох, что ли, говорит кролик. Если оглох, я могу погромче кричать. Чучело молчит, а старый лис лежит тихо. Ты грубиян, я тебя проучу за это. Да-да, проучу, говорит кролик. Братец-лис чуть не подавился со смеху. А чучелка, оно ничего не сказало. Когда тебя спрашивают, надо отвечать, говорит братец-кролик. Сейчас же сними шляпу и поздоровайся. А нет, я с тобой разделаюсь по-свойски. Чучелка молчит. А братец-лис, он лежит тихо. Вот кролик отскочил назад, размахнулся. И как стукнет чучело по голове кулаком. Кулак прилип, никак не оторвешь его. Смола держит крепко. А чучелка все молчит. А старый лис лежит тихо. Отпусти сейчас же, а то ударю, говорит братец-кролик. Стукнул чучелка другой рукой. И та прилипла. А чучелка не гу-гу. А братец-лис, он лежит тихо. Отпусти, не то я все когти тебе переломаю. Так сказал братец-кролик. Но чучелка, оно ничего не сказала. Не пускай ты только. Тогда кролик ударил его ногами. И ноги прилипли. А братец-лис лежит тихо. Кролик кричит. Если не пустишь, я буду бодаться. И боднул чучелка. И голова прилипла. Тогда братец-лис выскочил из-под куста. Как поживаешь, братец-кролик, говорит лис. Да что ж ты не здороваешься со мною. Повалился братец-лис на землю. И ну смеяться. Он уж хохотал-хохотал. Даже в боку закололо. Ну сегодня-то мы пообедаем вместе, братец-кролик. Нынче я и укроп припас. Так что ты у меня не отвертишься, сказал братец-лис. Тут дядюшка Римус замолчал и стал вынимать из золы картошку. Старый лис съел братца-кролика, спросил мальчик дядюшку Римуса. А кто их знает, ответил старик. Сказка-то кончена. Кто говорит, братец-медведь пришел, его выручил. А кто говорит, нет. Слышишь, мама тебя зовет. Беги, дружок. Беги, дружок.